Когда наши солдаты сражались на автобусе боком с другом, и когда ты выйдешь с автостанции, мы очень хорошо понимаем, что мы как экипаж подводной лодки, либо все возвращаемся на базу, мы помним боевые для дачи, либо не перед нас возвращаемся. И поэтому в каждой нештатной ситуации, которая может возникнуть на борту, которая, в общем-то, все нештатные ситуации сопровождают наши полеты в том или ином виде, нам приходится и страховать друг друга, и прикрывать друг другу спину, и подставлять друг другу плечом. И когда начинаешь работать вот так тесно, ты понимаешь, что есть работа, которую надо выполнять. И есть вещи, которые зависят от действий людей, которые на акипажах. Поэтому внутри экипажа мы не делимся, не делим друг друга по национальности, мы просто выполняем общую работу. И могу сказать, что, конечно, у нас, в следующем экипажа, одно отношение ко многим, особенно, нужна в обществе, у американских коллег, другое отношение. Но практика работы на МКС показала, что, несмотря на эти различия, мы можем выполнять друг другу, друг с другом работу надежно, качественно и в полном объекте. Надо просто уметь жить друг с другом, не наступать друг другу на любимые мозоли. И это будет нормальная, хорошая работа совместной организации. Я думаю, что это может модель Международной космической станции, модель работы экипажа Международной космической станции, в принципе, наверное, может считаться образцом для любого международного сотрудничества, в любой других областях.